итак здравствуйте дорогие интернет зрители с вами снова скудр и мы продолжаем проходить гранд туризма 3 и спек ну сразу хочу извиниться за то что так долго не выходили прохождение это все из-за того что по работе совсем нет времени да и сейчас собственно говоря его не особо много просто вот выкроил немножко времечко и вот записываю сейчас эту серию так ну и в этой серии давайте мы с вами возьмем сначала нашу мазду я просто так на нее глянул она грязная уже настолько у нас и надо ее помыть смотрите она практически совсем не блестит сейчас после водных процедур засияет всеми цветами радуги увидите сразу какие блики на ней все там все шикарно вот ну и так как у нас масло на ней подгорело надо заменить а а то что-то коптит дымит пыхтит вот теперь короче она у нас в отличном состоянии вот ну а вообще займемся сегодня чемпионатом переднеприводным поэтому берем фтошку и тоже для начала ее сменим ей масло по идее да она у нас новая но насколько я знаю по 5 6 частям что сразу если сменить даже новой машине масло то все равно немножечко у нее лошадиных сил увеличится даже если она совсем новая вот ну а теперь возвращаемся в наш чемпионат начальный начальной лиги ну и заходим переднеприводный чемпионат прошлой серии благо мы кучу бабла заработали на данный момент это вообще сказочное богатство вот ну и так надо отключить электронику да вот сейчас я сразу вспомнил а то предыдущие разы давно кстати новых машин не было вот стрельнуло мне все-таки в голову что надо отключить электронику ну на переднеприводных машинах мы еще не ездили будем изучать их поведение сейчас чем же отличается такая вот красавица фтошка джипи вержин так ну были у меня есть честно опасения что не прокачав ее совсем будем мы тут сливаться но судя по всему нет принципе едем на равных пижошку обошли и что-то у нас как обычно есть какой-то один ярко выраженный лидер который уже создал отрыв что-то это по моему даже в раскраске уже в гоночной а это у нас по моему фольксвагену в такое вот у него интересное название ого учусь он еще и перекрестил вперед вышел интересно завязывается борьба не шуточная так сейчас моего слив стримчики то так посторонись классная фтоха конечно здесь наверно третьей части хотя не знаю не будет наверное этой фтохе лм-эдишн четвертой части по моему она есть хотя она там уже несколько видоизменена она уже там не лм-эдишн она идет там как туринговая такая машина причем заднеприводная не полноприводная это было первое там или во второй части но неплохо она валит для стоковой машины получается мы сейчас сражаемся вот такую же гоночной модификации вольксвагена лупа и в принципе уделываем его даже в корку тянет по чуть-чуть по чуть-чуть но разгоняется в принципе у нее сколько вот что-то я не разглядел сколько у него шаги там было больше двухсот явно что-то около 210 по моему даже она в принципе в обвесе до немножечко ну это такая прокачанная версия в твохе gp версия да ну призовые конечно смешные после последнего чемпионата ну тем не менее с первого раза победили ну сильно оторваться кстати не удалось и третьей гонке опять же по старой памяти в третьей гонке возможно уже будут проблемы что не получается в третьей гонке мощнее чем первых двух так ночной спешл стейчер 5 как она в ночи будет себя вести смотреться жучок новый жучок не убит так это что-то пежок опять что да нет пежок а по моему вот она да ну и походу лидирует опять с приличным отрывом уже volkswagen тот же самый ну блин не пускает ага точно он блин как сюда вообще допустили как тебя сюда допустили а парень походу опять это все дело во взятках коррупционеры везде даже даже в общем здесь в виртуальном мире все как как и везде все как обычно ну вот кстати хоть и реального света из фар нету здесь и не как-то поярче смотрится Прям ярко так блестят, не горят. Даже ощущение создается, что свет такой прям реалистичный у них. Улица в принципе не темная, освещена хорошо, поэтому и видно только, считай, блеск фар без непосредственно света. Ну, кстати, какой мы чемпионат действительно проходим уже, а коротких вариантов трасс так и не было. Ведь не было же. И это меня, не знаю, мне это очень странно кажется, что разрабы не сделали короткие варианты трасс, по идее силы там много бы не отняло абсолютно. Но вот что-то как-то не пошло у них. Странно, конечно. Здесь бы в первых чемпионатах, конечно, уместнее смотрелись бы, ну, например, здесь вместо Special Stage Clubman Stage R5. Короткий вариант. Так, ну ладно. Вторую гонку тоже без проблем, в принципе, выиграли. Так, а третья, третья там, по-моему, по Риму была. Ай, полторы тысячи. Ну, в принципе, тут деньги-то ладно, как бы есть, слава богу. Тут интерес вызывает машина, которую нам дадут. Сейчас вот проедемся в последнюю трассу. Ну, так как мы в переднеприводном чемпионате, по-любому дадут переднеприводную машину, но... Ну, в принципе, переднеприводные машины тоже, если какую-нибудь интересную дадут, то почему бы и нет. По-моему, вот этот чемпионат переднеприводный, он во всех лигах есть. Что в начальной, что в средней, что в профессиональной. Ну, вот эти вот, ФР, ФФ, все они кочуют из лиги в лигу. Так, ну, здесь, по идее, они посерьезнее должны быть. Или нет? Ну, смотрите, напрямую уже практически не уступают. С трудом обошел. Вот, опять же, пижока была. Ну, и лидирует, как обычно, Польселаген, да? Ух ты! Ну, я чуть-чуть ошибся. Даже в атаку пошел. Кстати, знаете, что я заметил сейчас, гоняя в третью часть Гран-Туризма, что здесь, в третьей GT-шке, здесь небо лучше и качественнее сделано, чем в пятой, например, или в шестой части. Ну, в пятой, в шестой частях одинаковое небо. Ну, оно, в принципе, во всех играх, оно просто статичное. То есть это просто картинка с облаками. Но тут она качественнее в третьей части. Ну, может, за счет того, что здесь разрешение, у самой игры не такое большое. Но вот в пятой, шестой частях это уже прям сильно в глаза бросается, что там просто картинка. Она даже кое-где на некоторых трассах даже зерница. То есть такая, ну, не хватает. Ух-ты, ух-ты, ничего себе. Как подскочил на бордюре тротуарном. И картинка, вот это небо, она, в общем, зерница из-за недостатка проработки как-то, недостатка разрешения. Самой картинке, конечно, смотрится немножко олиповато. А здесь так, если даже не присматриваться, не приглядываться, то и не скажешь, что эта картинка так живенько выглядит. Особенно, если на солнце ехать. Так, ну, в принципе, тут тоже пока особых проблем нету. Так, тут уже подотстали чуть-чуть. В принципе, и на третьей трассе они проблем не создают. Солнце вот прикольно сделано. Под солнцем уже такое реальное освещение, прям блики, засветы. В камеру прикольно, конечно, сделано. Да, я все еще восхищаюсь графикой в третьей части. Хотя мы уже довольно много в нее играем, но... Блин, радует все-таки глаз, радует. Картиночка прям хороша. Так, ну, в принципе, очередная гонка, третья выиграна. В принципе, в том же стиле всю гонку первые, но особо не отрываясь. Они сильно не отстают. Так, ну, еще полторы тысячи, и в итоге мы всего четыре с половиной заработали за весь чемпионат. Ну, ладно, это не так критично. Давайте нам машину уже. Что там за тачка-то? В нетерпении ерзаю по стулу и... Ох ты! Ну, прям, смотрите-ка, пацанская такая тачка. И такой прямо цвет у нее, прям мужицкий такой, суровый. Да. Так. А, кстати говоря, они так и плохо, что дали нам эту машину. Есть же чемпионат у нас здесь. Именно Ярисов, ну, и Левицов. Неважно. Поэтому мы сможем ее использовать с толком. Так. Теперь, я думаю, давайте немножечко прокачаем эту ложку. Так, турбины у нее нету. Сейчас посмотрим, что лучше купить. Немножечко ее надо качнем на лошадок, в общем, и добавим. Так. Это на сто баксов всего больше стоит. Но зато на 10 лошадей больше добавляет. Так. Покупаем первую стадию. Так, чтобы денег особо не вкидывать. И покрышки. Вот, как я говорил в предыдущей серии, покрышки это, конечно, прям вообще полдела. Так. Вот я думаю, что взять? Медиум или медиум софт? Блин, а давайте медиум, короче, возьмем. Целых 5000 сэкономим. Все-таки это уже средняя по мягкости резина. Нормально должно прокатить. И пойдем уже в следующую лигу и пройдем на этой же фтвохе, только вот на такой чуть более прокаченной, еще один переднеприводный чемпионат. Смотрите-ка, здесь и трассы практически те же, за исключением Прикатхилл, да? В обратку там. Вроде бы. Ладно. Ну, надеюсь, что этого хватит, этой вот прокачки для этого чемпионата. Ох ты, там в лидерах-то такая же фтвоха. Ну, точнее, не в лидерах, а с первой позиции стартует. Сейчас посмотрим, кто тут будет нашим основным соперником. Везде у нас, так, выявляется, в каждом чемпионате есть какая-то одна машина, которая прям вот жизни не дает. Так, там позади был CRX, это, по-моему, Civic вот идет, да? Это что-то похоже на Альфу. Да, это Альфа Ромео. Ага. А, ну лидирует-то, получается, фтвоха такая же. Ух ты, Civic бодается. Ба, пошел вон. Так, ну, опять же, со всеми вроде на равных, но вот лидер пока что ускакал. Самое главное, чтобы мы были в его темпе. А, могли ехать. Пока вроде так особо сильно не отрывается. Даже достаем. Нормально, нормально, хорошо, значит, что не сильно мощнее, но и как бы на равных с ним. Это нормуль. Правда, опять же, могут возникнуть проблемы в третьей гонке. Там они будут тогда, наверное, быстрее нас. Ну, ничего, посмотрим. Так, опа, я что-то и внимания не обратил, вы гляньте-ка. Второй круг, но это не последний, тут целых пять кругов. Да еще и, смотрите-ка, резина здесь стирается. Ну, судя по всему, да? Вот в левом нижнем углу. Ну, по крайней мере, пиктограмма такая же, как была во второй части. Ох ты, ошиблась, ошиблась, и ты оха. Влетела в туннель слишком быстро, и мы ее тут как тут сожрали. Хе-хе-хе, отлично. Ага, резина стирается. То есть уже даже на пяти кругах здесь сделали износ резины. О, дают разрабы. Ничего себе. Это что-то новенькое прямо. Не эндуренс чемпионат, и есть износ резины. И уже, кстати говоря, переднее правое, желтое. Мы еще второй круг не закончили. Ну, видимо, износ стоит на максимум. Понятное дело, что за пять кругов так-то бы ничего не изменилось. Ну, вот решили они так вот разнообразить, видимо, геймплей чуть-чуть усложнить. Тут еще из-за резины надо следить. Особо не вылетать, не перетормаживать. Аккуратно ехать придется. Так, вот пока вроде опять же сильно не отрываемся. Интересно, блин, хватит этой резины или нет? Что-то у меня прям сомнения. Вы гляньте, переднее правое уже оранжеветь начинает. Третий круг только. Что-то, по-моему, как-то перебор они ускорили. В угоду, как бы, интересу, да, усложнению геймплея они реальностью пожертвовали. Ну, видимо, эта фишка не прижилась, потому что я что-то не помню, чтобы это было в четвертой части, что на пятикруговой трассе, чтобы, ну, в общем, был износ резины. И, видимо, решили отказаться от этого. Ну, вообще, я реально удивлен этой фишки. Ладно, если сейчас, короче, резина до красного не затрется у нас, то будем считать, что фишка даже положительная. В принципе, интересно. Ну, сейчас реально приходится ехать и следить за тем, чтобы даже как-то на, ну, за трассу не вылетать, лишний раз не коцать резину. Прикольно ощущение. Хм, интересно, если бы я купил еще мягче резину, я бы до финиша не доехал. Ну, например, если суперсофт сюда поставить. То есть человек, не знающий, да, покупает, например, комплект резины суперсофт. Ну, как бы, что, пять кругов, да, на машину ставит сверхмягкую резину в надежде, что он за пять кругов там оторвется от соперников. А тут бац ему и по башке этим вот нововведением. А резина-то, кстати, не такая дешевая, особенно сверхмягкая. Ну, вроде держимся. В принципе, она такая уже темно-оранжевая, но, думаю, до финиша хватит. Ну, и так, особо на управляемость вроде пока не сказалось это. Ну, да, даже вот в этом довольно скоростном повороте в упоре прошел, в принципе, недостатка пока еще нет. Ну, плотничком сидят, зараза, прям позади, а? Не отстают вообще. Ой, 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 ой. Так, из того хоть чуть-чуть накатывают его. Или нет? Нет. Ну, вот, как раз к финишу, гляньте-ка, правое колесо у нас истерлось до красного. Но успели. Интересно. Получается, на всех трассах будет такое сейчас, да? Ой, здесь пятерик уже дают за победу. Хорошо. как раз по идее почти отобьем те деньги которые вложили в нее получается так она опять же машину должны дать здесь что-то покруче ну хотя тоже наверное переднеприводную дадут тоже их особо коллекционировать смысла нет в общем то хотя опять же если какую хорошую дадут переднеприводную то почему бы и нет селика тут рейкс стоял прошлый раз вроде целики не было так это у нас рим только что-то я вот проглядел так похоже в обратку до петлей на нас слева она точно в обратку блин в обратку я что-то я вообще не помню ездил я по нему или нет надо будет привыкать к обратным поворотам опять их плохо наш напарничек по команде абсолютно такой же влага хоть цветом отличается так а понял зря затормозил да это ж так здесь тоже бодаешь меня взад или тормозил так тут в общем надо будет час привыкать блин чуть из снос из-за того что не везде знаю какая скорость повороте должна быть есть опасность здесь убить резину все-таки до финиша так войной правый по идее сейчас до финиша из тормозов вот этот первый поворот когда прямо видишь он же сейчас у нас последний в принципе чуть-чуть газ отпустил хотя мог бы войти на полном газу ладно первый круг закончили в горе пополам но в лидерах неплохо блин нравится мне это место конечно с тротуар чекам так тут не тормозим сейчас нормой еще побыстрее в принципе можно войти блин все-таки по-другому конечно ах ты смотри-ка как он тут меня выскочил на кати вот этот конечно медленный поворот самый медленный принципе на трассе получается в общем в обратку конечно все равно по-другому все повороты смотрятся надо привыкать к ней ну и скорость входа соответственно другая в этот поворот меньше вот скорость входа чем когда прямо едешь ну собственно из-за этого и проблемки не большие так на полном газу нормально 200 разгоним эх 129 так ну резина слегка желтенькая в принципе нормально пока неси главное не тупить в поворотах слишком быстро не заходить медленно в резине не проскальзывала забываю про этот поворот вон смотрите как накатывает здесь все время подлец ну так тоже блин напряги держит вообще не отстает ну и эта трасса в принципе можно сказать не менее знакома я вот что-то не помню по-моему во второй части в обратку я вообще не ездил по этой трассе что-то вот я не помню такого по-моему ее там нигде не было Рима в обратку а если и была то может где-то один раз там встречалась ай-яй-яй-яй-яй слишком быстро вошел опасно это для резины блин еще два круга аккуратнее надо чисто вот в восьмидесятых держится гаденыш такой вообще не меньше не больше даже меньше есть где так ага вот он здесь в принципе нормально ну тут вроде поскоростнее ушел блин он еще быстрее входит вот туда на внешнюю выносит наяривает он там почуял что у меня это слабое место поворот нажимает там так блин начинает оранжеветь в принципе остался всего один круг ух ты блин думал войду блин ну вы гляньте реально тени от деревьев нету на машину не отбрасывается тень тень такая нарисованная статическая на дороге есть а на машину не отражается четвертой части это пофиксили там уже тени от предметов окружающих и на машину отбрасываются то есть там тени динамическими стали так последний круг главное не облажаться только ждет блин опять слишком ух ты ничего себе он даже вылез вот это да вроде не так уж сильно затормозил так держи оплеуху в забор я тебя носом сам чуть-чуть черканулся а ну у него там борьба завязалась хорошо хорошо вот такого отрыва еще не было почти 2 секунды вот что пинок делает волшебный так ну все здесь в принципе уже не опасно напрямую но вот кстати сейчас на последнем круге ощущалось недостаточное поворачиваемость трассы все таки такая более специфичные такие 90 градусные повороты и вот здесь да ощущалось уже недостаток подстегнулась правая покрышка так еще пятерок ну смотрите будет 62 почти 1000 так еще одна трасса ну да ну почти отобьем то что было потрачено так априкат хилл в обраточку так ребята это короче у меня получается вторая попытка по априкат хилл в обратку в первой попытке меня буквально на последнем повороте накатили вдвоем целика и вот такая же фтоха как у нас и напрямой к финишу я целику все таки обошел а в фтоху чуть чуть не хватило буквально блин между нами было 27000 ну вообще прям обидно было так ну вот приходится сейчас перезаезд делать я уже не стал в общем вырезал тут первую первую попытку что в серии так в принципе так подзатягивается уже поэтому ну не стал в общем-то оставлять первую попытку надеюсь что сейчас будет все на мази так ну вот вперед главное выходишь довольно таки легко и не проблематично то есть за пол круга в принципе прошиваешь весь пелетон но потом как-то динамика падает и очень держится цепко за твой хвост смотрите мне 10 прям вообще рядышком позади по ходу они едут все таки немножко быстрее когда ты их обходишь немного прибавляют а может впереди ехать самому чуть-чуть сложнее черт его знает в чем тут фишка хотя вроде по идее едешь в том же темпе даже там круги допустим улучшаются а соперники то не отстают все таки они видимо подстраиваются немножко под твой стиль под твою езду под твой темп и держится если конечно не намного ты сильнее ну или наоборот намного слабее если так примерно на равных то все таки есть какая-то некая небольшая подстроечка у них кстати при катхил в обратку тоже я ну гораздо меньше по ней ездил не но я ее все равно знаю вот одно место у меня есть это последний сектор но если вот в обратку когда едешь то это последний сектор атак 1 там не видно вот сейчас после вот этого затяжного правого будет там такая весочка на спуске вот это вот сейчас правый поворот и вот сейчас переходит в левый и вот не видно апекса мне все время хочется раньше повернуть и я там на вот эту вот на песок лезу а он очень сильно тормозит и вот этот поворот он тоже такой немного слепой выхода не видно есть у меня большие проблемы надо предельно быть сконцентрированным в том месте помнить всегда что чуть-чуть надо позже там заворачивать чем хочется так вот лучший круг а на 2 в принципе первая часть трассы проблем не вызывает здесь они даже подостают а вот как раз в том месте накатывают я собственно вот почему и проиграл первый заезд я затупил вот в том повороте я срезал то есть увяз в гравии они меня как раз достали в этом повороте и в последнем в атаку пошли с двух сторон меня обошли вплотную подобравшись к предыдущему повороте и напрямую я вышел позади них немного но позади стал накатывать но не хватило вот 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 здесь вот раз и вот левее раньше начал поворачивать блин такой не он интересно стать поворот он интересный когда прямо едешь тоже там апекс получается на переломе как раз на холмике но когда едешь прямо там уже как-то пальцы привыкли просто интуитивно уже заворачиваешь а вот в обратку так как гораздо реже ездишь там конечно вот такой сложнее более вызывной такой бросает вызов о видите еще на 2 секунды лучше круг лучше круг улучшил а соперники как ехали вплотную в общем то так и едут ну если говорить непосредственно об управляемости в . и мне нравится ну конечно она переднеприводная но все то что переднеприводная по идее не должна быть ну такая недостаточная поворачиваемость довольно ярко выражена но у нее вот этого нету только когда ну здесь вот колеса еще стираются тогда да появляется а так блин очень не нравится такая покладистая машинка послушная если четко по траектории заходить то вообще проблем никаких ни срывов ничего такого вот блин опять чуть заговорился и чуть не повернул раньше времени так вот и норовлю там здесь тоже кажется что этот поворот он что он медленнее чем есть на самом деле поэтому за счет этого как бы перетормаживаешь инстинктивно и они тоже там чуть-чуть нагоняю так чуть-чуть на 0,5 хуже а вот тут прикольно правых поворотов больше на этой трассе посмотрите левая сторона больше стирается на двух предыдущих трассах у нас все время правое колесо терлось а тут левая ну прикольно по физике значит все верно ну собственно говоря я не сомневался но вот это такое еще одно доказательство тут большую роль вот этот сейчас правый конечно затяжной играет тут прям на резину нагрузка мощная за счет него и стирается сильно левая сторона сейчас уже ощущается во-первых сбросил скорость чуть больше чем обычно уже недостаточная поворачиваемость есть ай-яй-яй-яй вот тоже вынесла и здесь тоже блин сейчас вот тоже опять подберутся туда они гораздо ближе вот вот в этом повороте они туда прям с двух сторон меня раз таки прошли ну сейчас я уже гораздо опытнее не дался есть все таки переживал я немножко за результат ну ладно выиграли отлично еще пятерик ну в итоге так как два раза эту гонку проехал то по сути и отбили практически вообще все деньги так ну что же что вы нам дадите ребята по любому переднеприводную это прям без сомнения а целико ну целико 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 сс значит это сс-2 по сути это та же фтеоха даже наверное она чуть слабее будет поэтому в принципе ее можно если что и продать маши точнее чемпионатов ну заводских как бы нету для целики поэтому она не особо нам и нужна ну что же ладно будем тогда на этом заканчивать серий так как я уже сказал под затянулась еще раз прошу прощения что такой был долгий перерыв ну и кстати таких новостей ободряющих нет у меня для вас возможно что следующая серия выйдет тоже не через день вот так что наберитесь терпения уж ребятки ладно спасибо большое что смотрели ставьте пальцы вверх если вам понравилось комментируйте подписывайтесь с вами как всегда был скудер ну и увидимся в следующей серии всем пока пока